Цегламенская библиотека номер 16 представляет дары книжных героев. В подарок можно дудеть, можно надеть. Подарки вкусные есть, мне шоколадка нравится. Можно подарок съесть, золотая бумажка останется. Эмма Машковская. Подарки бывают разные. Те, что в корне меняют судьбу одариваемого, и те, что выражают искреннюю любовь дарителя. Волшебные и коварные, большие и совсем маленькие. Они играют важную роль в литературных произведениях, да и в жизни тоже. Предлагаем вам обзор книг, в которых присутствует тема дарения подарков литературным героям. Дары волхвов о Генри. Подарок. Гребни для волос и цепочка для часов. Знаменитый рассказ, написанный в 1905 году, повествует о Джимми и Делли Янг, бедной семейной паре, которая хочет купить друг другу рождественские подарки, но у них не хватает на это средств. Денег нет, зато у каждого есть своё сокровище. У Деллы длинные красивые волосы, а Джимму от отца достались золотые карманные часы. По иронии судьбы, Делла продаёт свои волосы, чтобы купить Джимму цепочку для часов, тогда как Джимм продаёт часы, чтобы купить Делли гребни для волос, в результате чего такой обмен подарками становится абсолютно бесполезным. О Генри заканчивает историю намёком на то, что любовь Янгов друг другу важнее всего остального. Властелин колец. Джон Рональд Руэл Толкин. Подарок – Кольцо Всевластия. Сложно найти кольцо, более популярное, чем это. По легенде, Единое Кольцо Всевластия давало своему обладателю невероятную силу и власть, но оно также обладало властью пленять своего носителя. Кольцо явилось причиной весьма непростых и страшных приключений Фродо Бэггинса, главного героя увлекательных книг Толкина. Рождественская песня в прозе Чарльз Диккенс. Подарок – Рождественский гусь. Король рождественских рассказов, конечно, Чарльз Диккенс. В самом классическом из них «Рождественская песня» в прозе раскаившийся скряга Эбенайзер Скрудж посылает самого дорогого рождественского гуся бедному Бобу Крэччету, своему работнику – отцу умирающего мальчика. Конечно, гусь будет с благодарностью съеден, а мальчик поправится. Гофман Эрнст Теодор Амадей – щелкунчик и мышинный король. Подарок – деревянная кукла для колки орехов. В ночь на Рождество девочка Мари получает необычный подарок – деревянного щелкунчика. После этого обычная жизнь девочки начинает чудесным образом переплетаться со сказочным миром, в котором игрушки оказываются живыми, а щелкунчик – его заколдованным правителем. Чтобы преодолеть чары и снова стать человеком, бесстрашному щелкунчику с помощью доброй и отважной Мари предстоит одолеть семиглавого мышинного короля. Ночь перед Рождеством Николай Васильевич Гоголь подарок – черевички. Главный герой повести «Ночь перед Рождеством» Гоголя Кузнец Вакула дарит капризной возлюбленной красавице Оксане – черевички, которые носит сама царица. набожный богомаз, преодолев сопротивление нечистой силы, попадает во дворец, выпрашивает у Екатерины Великой царские черевички в подарок своей невесте. В сказочной истории Валентина Катаева «Дудочка и кувшинчик» показана обычная семья, которая отправилась в лес за земляникой. Девочка Женя ленилась заглядывать под листочки, поэтому ничего не собрала. Хотела найти такую полянку, где земляника не прячется под листиками, а сама на глаз лезет и в кувшинчик просится. Подарил Жене старик-боровик волшебную дудочку, которая заставляет ягодки из-под листиков выглядывать. Но не смогла девочка оценить подарок, а после того, как старик забрал его, поняла, чтобы чего-нибудь достичь, надо приложить усилия, тогда никакая волшебная дудочка не нужна будет. «Малахитовая шкатулка» Павел Бажов Подарок «Малахитовая шкатулка» В сказке «Малахитовая шкатулка» повествуется о преданиях уральских гор, о тяжелом подземном труде горных рабочих, об искусстве народных камнерезов и гранильщиков. В произведении описываются события давних времен, когда люди многие не имели полной свободы и всецело зависели от их барина. В «Малахитовой шкатулке» автор выразил свой восторг и восхищение теми людьми, которые не продадут свою совесть и душу ни за какие богатства. Человеческая честь неподкупна. Каких только подарков нет на свете, но лучшей из всех – увлекательной истории из хорошей книги. А иначе откуда бы мы узнали про такое количество самых разнообразных подарков и про невероятно интересные события, с ними связанные? Спасибо за внимание!